Внимательный слушатель и зритель еще 20 января обратил внимание на этот фрагмент во время открытия выставки «Беларусь интеллектуальная». Говоря об искусственном интеллекте, Александр Лукашенко упоминает Объединенные Арабские Эмираты. Меня приглашают в Эмираты, они же там, наверное, знаешь, серьезно занимаются искусственным интеллектом. Если тебе надо помощь, пожалуйста, я могу это сделать, потому что, как ни странно, я стоял у истока в работе Эмиратов по искусственному интеллекту. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю, да Господь с вами, приезжайте. Поэтому ты подумай, если тебе нужна поддержка или больше контакта с этими людьми, они далеко продвинулись в этом плане, пожалуйста, я к твоим услугам. И вот так за минуту президент рассказал и о своих планах, и о том, что в том числе связывает выстроенные отношения между Беларусью и ОАЭ. Несколько дней спустя глава нашего государства летит на Ближний Восток и в Африку. Неблизкое турне продолжительностью в полторы недели завершается переговорами в Абудабе с президентом ОАЭ. Вы станете, друзья, я слишком откровенный человек, поэтому не знаете, что я вас там. Отчасти именно из-за такой откровенности и близости отношений многое из эмиратской части командировки в СМИ не просочилось. В любом случае, эксперты не считают такой сложный маршрут случайным. Напротив. Сегодня Арабские Эмираты – это хаб, это глобальный хаб, выход на страны Ближнего Востока, выход на страны Африканского континента. Это партнеры, источники инвестиций для проектов, в том числе и в Африке. Сегодня, по данным Международного валютного фонда, где-то потенциал совокупный всех 54 стран Африканского континента составляет порядка 2,7, около 3 трлн долларов США. Все говорят о росте, в разах росте, но цифры колеблются, притом очень существенно. С одной точки зрения, это 3, то есть порядка 10 трлн через 20 лет, а с другой точки зрения, есть цифры, и я к ним более солидарен, это в 10 раз, то есть 30 трлн. Что такое 30 трлн? Это фактически два валовых продукта всех стран Евросоюза. Вот это с точки зрения перспективы. Это помимо интересов, которые есть у двух государств, экономических прежде всего. В разы увеличился товарооборот между Минском и Абудаби за последние годы. Есть прирост инвестиций, у ОАЭД достаточно денег и амбиций. Впрочем, и нам есть, что предложить восточному партнеру. Знаете, что они экспортируют из России? Практически мы можем продублировать. Они нуждаются очень сильно в древесине, более того, они нуждаются в мебели натуральной. Рост экспорта в Арабские Эмираты в 2,5 раза в этом году. О переделе мира и финансовых потоков много будет сказано и на юге Африки, где, в общем-то, и прошел экватор президентской командировки. Так почему же из всего многообразия стран этого континента глава Белоруссии для визита выбрал именно Зимбабве? Конечно, свою роль здесь сыграл политический фактор. Все же президент этой страны три года назад был у нас с визитом. Личный контакт в африканских странах играет очень большую роль. Так в прошлом году появилось наше самое молодое посольство. И есть результаты, достигнутых в 2019 договоренности. А это уже экономика. Мы показываем им, что мы настроены на долгосрочные отношения. Не просто развитие торгово-экономических отношений, это, конечно, колоссальный импульс. Но мы настроены именно на развитие отношений с передачей наших знаний и технологий именно этому государству. С точки зрения для нас, для экономики, это страна, которая богата различными видами минеральных запасов. Особенно нас будут интересовать это золото и литий. Это те минералы, которые нам необходимы в таком эффективном развитии наших технологий. И с точки зрения экономики у нас будет как бы такая обратная связь. Это мы в первую очередь будем помогать этому государству вставать на ноги, развиваться, развивать сельское хозяйство. И вот это взаимное сотрудничество, развитие наших именно таких кооперационных, интеграционных связей поможет развиваться как одному государству, так и другому. То есть экономический интерес у нас обоюдный. Ну и конечно, недра. Недра и еще раз недра. Ресурсы. Весь мир сегодня с этой точки зрения смотрит на Африку. По оценкам экспертов, 30% разведанных, и это важно, именно разведанных сырьевых ресурсов, находятся на африканском континенте. В Зимбабве, например, добывают кобальт, который мы могли бы использовать в военной промышленности. Хром широко используется в металлургической промышленности для производства легирующих металлов. А также хром широко используется в лакокрасочной промышленности и в кожевино-обувной промышленности для хромирования кожи. Также можно упомянуть, например, что амазная промышленность тоже в Беларуси развита. Это, конечно же, гомельское предприятие «Кристалл», которое занимается обработкой амазов, в том числе производством технических и ювелирных. Поэтому, в принципе, тоже наладить поставки из Зимбабве для обработки и получения ювелирных изделий вполне перспективно. При таком богатстве богатыми жители африканского континента пока не стали, но мало просто обладать ресурсами. Важно, как алмаз их огранить и продать. Добавим к этому и постоянно растущее население, требующее развития и прихода технологий. Этим мы уж точно можем поделиться. Да, возможно, у кого-то есть скепсис на предмет платежеспособности наших африканских партнеров. Но уж точно не у тех, кто реально заинтересован в работе на очень перспективном рынке. Для того, чтобы вообще, скажем так, с одной стороны, обладать какой-то подушкой при каких-то возможных неплатежах, еще чем-то, и вообще в целом объединить самые разнообразные возможности, то есть финансовые, страховые, сбытовые, производственные и прочее, нужно создавать финансово-промышленную группу. Условно говоря, банки, в том числе, кстати, и государственные, не должны гулять сами по себе. Они должны выступать как одно звено комплексной, скажем так, экспортной стратегии, в котором взаимодействие предприятий и банков, то есть оно будет, ну скажем, крайне тесным. Помочь выстроить в том числе безопасные финансовые отношения с тем же африканским регионом может как раз-таки один из главных деловых центров мира – Объединенные Арабские Эмираты. Для сегодня представлены офисы всех крупнейших компаний. У нас неплохая хватка, такая рациональная хватка, исконно белорусская хватка. Поэтому, в принципе, мы, используя личные отношения, какие-то, так сказать, исторические отношения, можем формализовать некий проект, а искать деньги, тоже в хорошем смысле, в кафычках, как раз у, или на финансовых институтах, или, что лучше всего, и это говорит о, может, даже более привлекательности, доверии, да, то есть можно убрать какие-то излишние финансовые, перестраховочные инструменты у своих партнеров, дружеских партнеров. И вот то, с чего мы с вами начали, как раз, Объединенные Арабские Эмираты, которые сегодня являются донором глобальным, если им предложить как раз вот участие финансово в этой схеме, то есть через финансы, я уверен, что это тоже и для Арабских Эмиратов является предпочтением. Поэтому не зря президент через Арабские ехал на Юг Африки и назад возвращается опять через Арабские Эмираты. Это своеобразное, может быть, подведение отчета или межличностном уровне обсуждения этих вопросов. Потому что, в принципе, сами деньги, как таковые, они требуют тишины. То есть смотреть друг в друга в глаза, фейс-то-фейс, говорят американцы, и решать вопрос за столом переговоров. Подытоживая, эта многокомпонентная, сложная череда визитов главы государства не так проста, как того хотелось бы отдельным наблюдателям. Очевидно, будет иметь продолжение. Частично в Минске с ответным визитом президент пригласил перед вылетом вице-президента этой страны и всех заинтересованных из разных частей континентов. А что-то уже реализовывается, даже если не прозвучало публично. В нынешние времена действительно важное решается тихо.